Наши видео, в которых мы проводили аналогии яичницы от аборт, подверглись критике за то, что мы использовали неподотворенные яйца из магазина. Если бы мы были демагогами, как наши оппоненты, утверждающие, что аборт это убийство, мы могли бы возразить, а докажите, что на ферму, откуда яйца, не залетел петух из ближайшей деревни и не потоптал курни с ушек. Вероятность такого события сравнима с вероятностью того, что из беременности, имеющей социальные или медицинские показания к аборту, получится врач или космонавт, то есть человеческая особь с параметрами ум, социальная адаптация и здоровье, выше среднего. А именно об этом гласят таблички рядом с детской обувью на антиабортной акции, они могли бы пойти в школу. Мы хоть и христиане, но не мракобесы, а сторонники научного взгляда на жизнь, поэтому мы повторили эксперимент с отбракованными яйцами из птицеводческого хозяйства, занимающегося разведением декоративных пород кур, которые нам подарила наша зрительница. Декоративные куры отличаются от обычных курней с ушек только тем, что они красивей. У них интереснее расцветка, у них интереснее форма головы, но они несут меньше яиц и более требовательны к условиям содержания. Зато если подросший цыпленок курицы несушки стоит 300 рублей, то цыпленок декоративной куры стоит 3000 рублей и выше, но он стоит таких денег. Выбраковываются яйца, если они мельче или крупнее, чем стандарт, или если у них неправильная форма, потому что из таких яиц с большей долей вероятности или не вылупится цыпленок, или вылупится больной цыпленок, который сдохнет через несколько дней. А место под наседкой или в инкубаторе такое яйцо будет занимать как хорошее, из которого вылупится хороший цыпленок с большей вероятностью. Из плохого яйца может вылупиться и здоровый цыпленок, но это маловероятно. В медицине такой же подход, при назначении лечения нет никаких гарантий стопроцентных, но сравнивается множество самых разных вероятностей взаимодействия организма с лекарством. Если под наседку положить больше 6 или если курица крупная, то 8 яиц, то они будут неравномерно прогреваться. И будет больной не тот цыпленок, который не влез, а весь выводок, потому что наседка яйца переворачивает. И не помещаться под курицу будут по очереди все яйца. А в инкубатор просто не поместится больше яиц, чем вместимость инкубатора. Поэтому иногда в выбраковку идут и хорошие яйца, потому что их некому высиживать, а они не хранятся. Так что, имея полноценную аналогию с медицинскими и социальными показаниями к аборту, прерывают беременность, если диагностирована вероятность больного ребенка, прерывают беременность, если у женщины нет материальных ресурсов для содержания этого ребенка. Итак, для эксперимента мы берем живые оплодотворенные яйца. Экспериментом мы будем подтверждать или опровергать гипотезу о том, что если аборт это убийство, то яичница должна иметь вкус курятины. Более того, при приготовлении мясопродуктов имеется стадия забой сельскохозяйственных животных, который в Библии почему-то не осуждается, а требуется. При этом животное активно реагирует на свой забой. Я сам зарубал кур, когда они у нас на даче были, и знаю, что курица и вырывается, и даже с отрубленной головой машет крыльями, пытается улететь, кровища там течет. Следовательно, и яйцо должно как-то сопротивляться, когда я буду разбивать его и кидать на сковородку, если оно живое. Идем на кухню проверять выдвинутые гипотезы. У нас для эксперимента имеется выбороковка и магазинные яйца. Вот у магазинов яиц коробка получше, они сами покрупнее. Вот, видите, декоративные курочки, они маленькие, у них тоже и яички маленькие. Вот это от магазинной, это от декоративной. Вот это мертвое и неподотворенное яйцо, это живое яйцо. Я буду проводить ослепленный научный эксперимент. То есть я приготовлю две яичницы из одного и из другого яйца, и положу их на разные тарелки. Одно яйцо я положу на квадратную тарелку, другое яйцо я положу на круглую тарелку. Экспериментатор, дегустатор не будет знать, какое яйцо на какой тарелке, поэтому будет полноценный ослепленный научный эксперимент. Задача экспериментатора, дегустатора определить, присутствует ли в одной из яичниц вкус курятины. Я буду знать, на какую тарелку я положу яичницу из такого яйца. Итак, поехали. Кладем жир. Ставим на огонь. Вот яйцо медленно вытекает. Можно подумать, что оно боится за жизнь, но оно не охладит вареное яйцо. Так, вот у нас что-то получилось. Беру живое яйцо. Так, вот и вот яйцо. тут у нас получилась одна яичница более светлая другая более темная ешь красиво мордой не есть в корыто а мне пофиг и так вот у нас экспериментатор дегустатор который будет дегустировать все два вида яичницы и скажет имеет ли какая-нибудь из яичниц вкус курятины поехали вкусно но это обычное яйцо пробуем второе яйцо тоже вкусно еще желток попробуй из каждого яйца для убедительности распробуй как есть вкус курятины и это обычное яйцо тоже еще раз желток пробую отсюда тоже и одно и второе яйцо имеют обыкновенный стандартный вкус яйца вот какое из этих яиц какое я не знаю но они да они вкусны но это просто яйца я не заинтересована в результатах эксперимента потому что я и не могу сделать аборт потому что не могу забеременеть поэтому мне пофиг аборт это убийство или это не убийство теперь я сам пробую то что я приготовил я точно знаю что вот на круглую тарелку я вложил живое яйцо но она тем не менее не сопротивлялась когда я его разбивал и жарил вкусно но все-таки это яйцо курятина не чувствую мне то оставь а попробуй второе яйцо второе яйцо абсолютно такой же яичный вкус там то которое живое она желток более желтый но это ни о чем не говорит никакого привкуса курятины обыкновенное яйцо так что я считаю что гипотеза о том что аборт это убийство опровергнута экспериментально на основании ослепленного научного эксперимента выявлено что и оподотворенное яйцо с фермы и магазинное яйцо имеют ярко выраженный одинаковый вкус яйца и отсутствует малейший привкус курятины также яйцо не проявляло никакой активности в момент его приготовления в том что яйцо медленно вытекает на сковородку наши оппоненты могут увидеть борьбу за жизнь яйца как увидели на узи боль и крик эмбриона в момент аборта фильме и безмолвный крик но мы объясняем это более научно вязкостью и липкостью внутреннего содержания яйца она кстати одинаково вязкая и в оплодотворенном и в неоплодотворенном яйце мы экспериментально показали что аборт это не убийство живого организма а всего лишь пресечение возможности появиться живому организму ситуации когда появление этого живого организма нежелательно именно это и утверждает современная медицина когда в нее не пускают мракобесов провокаторов и религиозных фанатов пишите в комментариях ваши мнения мы оппонентов не баним а наоборот их уважаем и любим и готовы прислушаться к их мнению мы уважаем разные мнения и хотим чтобы и наше мнение тоже уважали вступайте в нашу группу посвященную теме аборт убийство или не убийство которое называется абортажная атака йоу